О геморрои, замолвите слово! Есть картошка, нет геморроя? Разберем более подробно. А вот более правдивая. Свечи или мази не помогут вам избавиться от геморроя. Такой, знаете, хороший, когда геморрой, геморрой ищет. Нет, это дело у вас так просто не пройдет. Так, вот еще картофель. Народное средство. Суперсредство лечения геморроя. И вот смотрите, эффективное средство лечения геморроя убирает боль, жжение, воспаление узлы. И тут читаем, которые доказали многократно свою. Знаете, если средство хорошее, его раз применил, его нет. За три дня, раз и навсегда, такого, увы, не будет. Вот эту вот шишечку, которая вот здесь вот показана, Для того, чтобы она возникла здесь, должны в организме возникнуть особые причины. И пока эти причины будут, они новую шишечку сделают. Если даже и эту уберем. Опять-таки, картофельные свечи от геморроя, простатита. Самый лучший быстрый способ изготовления, но с помощью шприца. В Германии лечат. Так, у моей подруги был такой геморроя, сидеть не могла, а вылечила обычным салом. А почему обычное сало в данном случае помогает? Сало может помочь в том случае, когда у нас причина геморроя возникает от сухости и холода. И вот как раз сало убирает сухость и холод с прямой кишки, восстанавливая ее нормальное функционирование. И в результате геморроя нет. Но это такой, знаете, простенький геморрой. А это, видите, простой способ лечения геморроя. Вместо ежедневной прохладки можно использовать ватный диск. То есть эти ватные диски вы будете использовать, использовать, использовать. Это называется лечение. Так, это упражнение. 1 миллион просмотров. Кстати, как и 1-1 миллиона просмотров ранее. Так, здесь календула, влепиховое масло и прочее, 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 прочее. Так, самое эффективное средство от геморроя. Сразу же скажу, вранье. Лично я его пробовал, вставлял и свечи из сырого картофеля, вставлял свечи из морковки. И если человек не понимает причины геморроя, вот послушаем мужчину, который рассказывает нам о причинах появления геморроя. Как обычно она появляется, все вы знаете, либо от того, что что-то тяжелое поднимали, либо от сидячей работы, либо там у женщин при родах. Либо мы тяжелое что-то поднимаем, либо при родах, либо сидим. То есть, вот сказано, знаете, внешнее, мы с вами сидим, я вижу сидящего человека и думаю, от этого у него возникает геморрой. Это все, будем так сказать, бытовые причины, которые способствуют тому, что у нас за счет того, что мы натуживаемся во время родов или подъема тяжести, за счет того, что мы с вами сидим много, у нас возникает застой венозной системы. То есть, застой крови, который и начинает нам выдавать вот эти вот шишки. А если получше копнуть, застой в венозной системе, вообще человек может ничего не поднимать, он может ничего там такого, грубо говоря, не рожать никого. А у него, да, и не сидит особо, а у него геморрой. Просто из-за того, что он искупался, допустим, в холодной воде, ну решил позакаляться, такая, опачка, нырнул. И на следующий день там в задницу там шишка так вздулась. А это что такое? Он что там напрягался? Он что там сидел? А эта причина также повлияла, холод, на застой крови в венозной системе, который выдал шишку. Плюс люди, которые вообще ничего не делают, как бы сказать, ведут такой вроде образ жизни, а геморрой у них есть. Как и варикозное расширение вен. А причина в чем? Причина в том, что у нас с вами происходит застой крови в венозной системе. И у одних возникает геморрой, у других возникает расширение вен, у третьих возникает и то, и другое вместе взятое. Как с этим бороться? Местно устранять шишку, либо же повлиять на наше кровообращение венозное с целью его нормализации. А для этого печеночку надо очистить. Для того, чтобы он сам влез на свое место и больше не вылазил. Он не понимает, что там произошло. И он думает, вот если у него разболелось в заднице, это не значит, что и причина там в заднице находится. Это уже следствие того, что у вас неправильное кровообращение. Раз неправильное кровообращение в венозной системе организма, пока его не устранишь, пока его не восстановишь, вот эти средства, ну в лучшем случае, в лучшем случае, помогают на какое-то время. Не без того. Вот действительно там что-то там снять, там боль. Существуют такие, знаете, вот современные средства лечения геморроя, когда мы говорили, как это можно сделать, с помощью лекарства. Вот, например, рекомендуют следующее от геморроя. Внутрь. Детролекс. Это венотоник. Венотоник. Четыре таблетки в сутки, значит, по одной таблетке утром, днем и вечером в течение четырех дней. Затем по две таблетки в сутки, по таблетке утром и вечером в течение последующих трех дней. То есть мы здесь, ну вроде как понятно, мы пытаемся тонус вен, стенки вен, привести в такое рабочее состояние, чтобы они от слабости не выпячивались. Вторая свеча Проктозан Нео. Одна свеча в день после туалета не дольше недели. Проктозан Нео, я несколько не знаю ее назначение, но, допустим, мы подумаем так, что эта свеча способствует смягчению, то есть сухости, которая имеется в ампуле прямой кишки, ну и также содержит возможные вещества, которые снимают там поспаление. Которая возникла от гепароя. Значит, это не дольше недели. Третье. Масс гепариновая есть, если нет кровотечения, трещин. Мазать можно пока не кончится, тюбик 20 раза в день. То есть масс гепариновая. Гепарин это препарат, который способствует увеличению текучести крови. Текучести крови, чтобы кровь была текучая. И если даже где-то образовались, допустим, там тромбы или там рассосались, поэтому и назначают ее при отсутствии кровотечения и трещин. Значит, спустя этой дня уже будет заметно облегчение от боли. Спустя 2-3 недели в 90% случаев забудьте, что такое геморрой. Знаете, я согласен с тем, что если этот геморрой у нас был вызван, вот как раз поднятием тяжести в результате родового процесса, то есть какого-то однократного действия, либо переохлаждения. Я помню, раз я искупался в источнике, там источник вроде там хороший, там место такое, ну ладно, искупаюсь, что-то мне место не понравилось, хотя его там хвалили. Вот на следующий день только, опа, такая шишмана, знаете, вскочила у меня. То есть от перехлаждения возникло вот какой-то спазм в системе кровообращения, который создал условия для того, чтобы раздуло там. Поэтому, естественно, эту шишку надо смягчить, надо сделать, чтобы она у нас, кровь стала текучая, ну и можно, так сказать, этот винотоник применить, чтобы вина быстрее вошла в свое нормальное состояние. И как бы сказать, все вошло, сделалось и мы забыли. Хорошо, а вот если человек сидит, у него сидячая работа, он вот это все поделал, но причина застоя крови в малом тазу, из-за того, что он прижимает вены, все это остается. И возможно, это все поможет через, допустим, месячишку, два, а особенно там в холодное время года, опять геморрой потихонечку вылезет. Опять надо вот это все делать, лечить. Не говоря о том, если у человека вообще что-то там, какое-то нарушение с венозной системой, с печенью, через которую венозная кровь протекает, то пока эту проблему не решишь, геморрой как был, так и останется. И вырезай его, не вырезай его, лечи его, не лечи. Надо устранить. Все это дело временно. Далее продолжается. Значит, и зачем заниматься этим геморроем с голоданием и прочим? А вот голодание как раз способствует тому, оно нормализует кровообращение, в том числе венозное. Она нормализует работу печени, оно ее очищает. В результате у нас восстанавливается венозное кровообращение, и кто голодал в геморрой с соседями, а я как раз такой, то у меня этот геморрой только и пропадал. А потом, вот когда я выходил, вот потихонечку он там возобновлялся. Было дело. Так, при голодании параллельно с потерей жира происходит еще и потеря мышечной массы. Значит, сразу скажу, жир на голоде, если вы там голодаете 2 недели, теряется довольно-таки мало, мышечная масса гораздо больше. А также замедляется метаболизм. Ну и что, что он замедляется? Это, а, это приводит к тому, что при возвращении к самопрежнему питанию, в большинстве случаев, организм будет склонен к увеличению веса. Замедляется метаболизм. Я бы не сказал, что он замедляется на голоде. Возможно, он там и замедляется, он нормализуется. А вот зато после голода он, наоборот, становится намного лучше, пища усваивается лучше, за счет чего и происходит увеличение веса. Даже человек ест меньше, чем до голода, а поправляется так же, как будто он ничего в питании не менял. Это, конечно, тоже надо знать. Поэтому здесь питание надо быть, так сказать, на чеке. Что я хотел вам сказать. Важно понимать причины образования геморроя. Что происходит у нас в организме. Помимо того, что происходит в организме, какие внешние факторы, их уже практически все знают. Внешние факторы. Переохлаждение подействовало. Натуживание подействовало. Там во время тяжести подъем опускает. Во время родового процесса. И там сидячая работа. Ну, плюс еще там с питанием. Такие вещи есть. То есть, все это влияет на нашу кровеносную систему. А именно на ее венозный отдел больше. И какие-то проблемы у нас с печеночкой есть. То есть, у нас есть скрытая печеночная гипертония. То есть, кровь нормально не проходит через печень. И создается, как плотинку небольшую поставили. Создается некий застой. И вот именно этот застой. Продолжаясь из дня в день, из месяца в месяц, из года в год привод к тому, что стенки вен уже не могут нормально выдержать вот этого давления. Они начинают расширяться. И в результате возникает геморрой и расширение вен. И можно действительно мазать, можно применять, можно что угодно делать. Не возражаю. Эффект может быть. И кому тут как повезет. У некоторых, если проблема такая, знаете, небольшая, применили и действительно исчезла. А если она чуть посерьезнее, толку никакого. И вот они ее применяют. И вот они картошку вставляют. И морковку вставляют. И я вставлял и картошку. И я вставлял и морковку. И я сидел над ведром, в котором, знаете, кирпич лежал, прогревал эту область. Прогреть надо. Видите, застужено. Прогреть надо. И я сидел там над парами, там, по-моему, конопли тоже, чтобы вот это вот конопляное масло ты вылил. Или там кастуровое масло. И вот эти вот пары поднимаются. Они лучше прогревают. Но пока не нормализовалась работа печени, толку никакого не было. Это я вам говорю, как геморройщик, который проболел лет около, наверное, 25. Как у меня началось после операции аппендицита с 20 лет. И где-то лет, этак, 40-45. Это все окончилось. Окончилось до того, что я начал чистить печень, я начал питаться по-другому. Я несколько перестроил свой образ жизни, и проблемка ушла. Но если я, опять-таки, будучи, могу нырнуть в прорубь, я могу вынырнуть обратно с геморроем. Как говорится, не всегда это бывает, но бывает. Если я что-то там переем такого-сякого, он вернется. Ну что, вот что я вам хотел рассказать. Воздействуйте на причину. Нормализуйте кровоток в своем собственном организме. Чтоб он был нормален, и все остальное исчезнет, знаете, как дурной сон.